Минувшие выходные Центральный федеральный округ, в том числе и Тверскую область, в буквальном смысле накрылась снегом. Выпала половина месячной нормы осадков. В первую очередь стихия ударила по участникам дорожного движения. Автомобили стояли в пробках, участились случаи ДТП. Суббота и воскресенье поистине стали горячими для городских служб. Техника работала круглые сутки. В понедельник наша съемочная группа выяснила, как справились коммунальщики с последствиями непогоды. И узнала, куда вращаться в случае, если ваша улица еще не почищена. В Тверской области высота снежного покрова добралась до отметки 41 сантиметр. На проезжей части заноса колейность, а потому без лопат в багажнике машины не обойтись. Утро понедельника для тверских водителей выдалось отнюдь недобро. Автомобилисты пожаловались нашей съемочной группе, что часть дорог на окраинах города остаются под снежной кашей. На центральных улицах везде лед. У меня частный дом здесь недалеко на улице. Считается, ближний завод, я еле выехал, раскапывал сегодня себе выезд просто на дорогу. Делал снегоуборочную технику, вот не видно ее. А вы вообще сталкивались с снегоуборочной техникой в эти выходные? Да, лопата у меня в багажнике лежит. В связи с такими обильными снегопадами, на мой взгляд, более-менее все расчищено. Понятно, что в каких-то переулках мы видим, что еще не до конца, но я думаю, что на четверку точно. Как рассказали в администрации Твери, дорожные службы трудились, не покладая ковшие круглосуточно. На ликвидацию последствий стихии на городские улицы вышли 56 единиц техники, которые расчистили и вывезли из областной столицы полторы тонны снега. Работы по уборке автомобильных дорог в городе включают в себя как механизированную уборку, то есть это расчистка города комбинированными дорожными машинами, а также обработка дорожной сети с помощью песчано-соляной смеси. Также в городе усилена работа по уборке тротуаров. Работа производится с помощью механизированной техники, то есть это тракторные щетки, и с помощью дворников. В первую очередь производится расчистка остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. На снежные заносы и глубокую колейность в нашу редакцию жаловались жители Заволжского района. Особенно частного сектора, где застревают, с их слов, даже внедорожники. Наша съемочная группа проинспектировала Комсомольские проспекты и улицу Коноплянникова, Ближней Заволжье. Здесь на проезжей части та же снежная каша. В понедельник утром после снежных выходных городские улицы заняли автомобили. Улица Коноплянникова более-менее почищена и между колеями присыпана реагентом с примесью песка. На посыпку тротуаров и проезжих частей ушло около полутора тонн песко-соляной смеси. В понедельник днем работы по уборке снега продолжились. Если вашу улицу еще не почистили, сообщите об этом в департамент ЖКХ по телефону 34 65 45. В таких погодных условиях нужно правильно прокладывать маршруты, чтобы не оказаться втянутым в снежное болото. Но главное на любых дорогах соблюдать осторожность, чтобы не стать участником ДТП, которых с приходом в регион ненастья зачастую становится больше. На территории области у нас за выходные дни произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 18 человек получили ранения. В первую очередь они связаны с нарушением правил дорожного движения со стороны участников дорожного движения. Это именно в части превышения установленной скорости движения с учетом дорожных условий и метеорологических. В областном центре произошло 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек. Сотрудники госавтоинспекции в сложных погодных условиях просят водителей соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и не идти на обгон без крайней необходимости. Продолжение следует...